Наша программа продолжается. Мы переместились на улицу для того, чтобы поговорить о веломарафоне. Владимир Мусиенко, директор веломарафона «Кросспорт». Доброе утро. Доброе утро. И Илья Антошин, спортсмен, любитель. Доброе утро. Веломарафон. Сколько раз вы уже участвовали в таком мероприятии? Я восьмой раз поеду. У меня здесь написано, что это 102 километра. Это так? Да, 102 километра. Веломарафон проводится в 21 раз. Это настоящая культовая гонка. И на данный момент в стартовом листе формат этого мероприятия 600 участников. Вчера на 9 вечера было 595. 5 мест оставалось. И мы посмотрели стартовый протокол предварительно. У нас представители 58 городов и населенных пунктов. Если брать с запада на восток, это от Москвы до Благовещенска. Если брать с севера на юг, это от Енисейска до Козыба. 102 километра на самом деле очень такая серьезная дистанция. Какие требования к участникам? Какие справки они должны предоставить, что они могут крутить педали 102 километра? Нет, ну справки медицинские, конечно, мы проверяем. Проверяем страховку, потом бывают травмы, бывают завалы. Всем желаем хорошего прохождения этой изнурительной дистанции. Но еще одной из легенд веломарафона является то, что участник должен самостоятельно себя обеспечить питьем и питанием. Поэтому здесь нужно все четко рассчитать. Взять гели, батончики, обязательно два бачка поставить на велосипед для того, чтобы проехать эту изнурительную дистанцию. Разрешается помощь одного участника другому. Можно там постучаться в какие-нибудь ворота и попросить воды из колодца. Значит, это все разрешается. Ну а любая помощь извне, как машины с сопровождением, пункты питания на этой гонке исключены. А есть какие-то правила, сколько раз можно остановиться, например? Или здесь ты просто едешь и вот сколько раз там... Есть контрольное время 7 часов. И в эти 7 часов нужно уложиться. Как итоги подводятся? Здесь есть какой-то итог? Да, конечно. Победители, проигравшие или как это все происходит? 13 возрастных групп. И если ты выиграешь в абсолютном зачете веломарафон-кросспорт, ты навсегда себя вписываешь в историю велоспорта России. Мы помним всех 21 чемпиона за 21 год проведения, как в мужском, так и в женском зачете. Абсолютно вы видели, получая специальные статуэтки. А вообще у нас награждается 110 человек из участников веломарафона. У нас 13 возрастных категорий. И в категориях не по 3 призовых места, а в зависимости от наполнения той или иной группы в прошлом сезоне, мы определяем. У нас есть группы, где 10 призовых мест, 15, 20. И мы готовы раздать примерно 350 тысяч рублей весь призовой фонд. Отлично. Илья, у меня вопрос к вам. Давайте представим, что нас сейчас смотрит какой-то велосипедист, который по воскресеньям на велосипеде, на набережной проезжает 3-5 километров, и такой, я готов, надо это сделать. Вот как начинающему велосипедисту, велосипедисту-любителю, начать принять участие в этом веломарафоне и себе не навредить? И вообще стоит ли, или как к нему готовиться? Ну, вообще, если брать, то я уже не начинающий велосипедист. Вот тогда. Меня за плечами очень много. Недавно я даже проехал за Льдейское кольцо, это 200 километров. Ну, и в первую очередь надо оценить свои силы. То есть, если человек катается раз по 5 километров в неделю, этого недостаточно. Нужны обязательно тренировки, подход. Желательно даже, можешь найти тренера какого-то. На самом деле, дистанция очень трудная. То есть, и асфальт там, и грунт присутствует. И самое эпичное в этой гонке, Владимир Иванович упоминал тоже, что это легендарная гонка. И присутствует такой, как барьер, или что такое, ручей. Через него это перепрыгивает. Там у нас фотографы стоят и обязательно фотографируют. Красноярские фотографы там, как падают люди, пытаются проехать этот ручей. Так же и по грунту. И самое сложное, это в конце, когда ты едешь уже последние 30 километров. Это там постоянно в гору, ветер встречный бывает. И если человек хочет проехать эту гонку, в первую очередь надо оценить свои силы. Ну, так вот сразу, чтобы заявляться, это, конечно же, надо потренироваться, надо накат большой иметь. Желательно, говорю, найти тренера, и он уже объяснит, как правильно и уже готовится начать гонки. Вопрос от дилетанта. А можно ручей перебежать? Ну, взять велосипед и вместе с ним перебежать. Можно перебежать. Там есть разные, разные способы. То есть тоже допустим вариант. И даже от одного из спонсоров был специальный приступ, переехать ручей. Вот по-нашему году лишь один участник сумел переехать ручей, не забочив ноги и не спешивая седла велосипеда. Ну, обычно это заканчивается эпичным падением, фотография красивая, и эта фотография гуляет по интернету. Но вообще надо питание с собой подобрать, надо обязательно пить воду. Вода – это основное то, что, да? Пить много воды, брать свои затоники, также это для начинающих, которые… Понятно, что профессиональные спортсмены, которые едут, они едут из 3 часов, 3-10, да, Владимир Иванович? Да, в районе 3 часов. Да, берут несколько бочонков воды, а тот тоже долго будет ехать, там, сникерсы, там, что там, батончики, которые энергетические, гели, и можно спокойно проехать. Но также обязательно не навредить надо, чтобы правильно ехать, это надо соблюдать каденс. Выбрать определенный темп. Определенный темп. И уже… Пять мест, а может быть, даже на сегодняшнее утро их, да, не осталось. Но если вдруг вы хотите, чувствуете в себе эту готовность, то где, на сайте, наверное, да, можно? Да, на сайте как раз марафон, проходит регистрация. 8 июня уже в эту субботу у всех будет возможность у кого-то принять участие, кто уже зарегистрировался, кто-то еще это сделает. А зрители-то вот где-то на какой-то дистанции, где вот ждут победителей, это все куда? Конечно, прежде всего на финише. Это стадион «Заря» в Емельяново. Так. Кольцо одно, один круг. Участники проезжают 102 километра. Есть на отдельных участках. У нас в отдельных населенных пунктах. Просто собираются с плакатами, зрители поддерживают. Спасибо сельскому населению. Дачников мы тоже просим пораньше уехать на дачу. Мы специально ставим старт веломарафона в 11 часов, чтобы успели уехать дачники. И на этой дороге мы им не мешали, и они нам не мешали. То есть все сделано для удобства всех, кто задействовал в этом эпичном веломарафоне. Итак, 8 июня старт от какой точки? Старт со стадиона «Заря» в 11 часов в Емельяново. И с 11 часов прибавляете 3, где-то уже получается 12. В 2 часа дня уже начнут финишировать некоторые спортсмены. Также можно найти в группе «Красноярский триатлон», в Телеграме обязательно, там вся информация тоже может быть. Все, отлично. Заходите, регистрируйтесь, если готовы участвовать. Если не готовы, тогда просто отправляйтесь болеть, может быть, за друзей, родственников, или просто посмотреть на это мероприятие. Всем хорошего дня. Мы продолжаем нашу программу. Вам большое спасибо. Вы назад на велосипедах поедете? Нет, мы на машинах. На работу. Все.